Итак, давайте там вот я вопрос перекручу. Первый был вопрос. Как сделать так, чтобы развод родителей минимально травмировал ребенка? Мальчик 7 лет, девочка 13 лет. Значит, чтобы развод травмировал ребенка минимально, ну, однозначно травмирует и просто уменьшит, да? Тут я его переформулирую, этот вопрос, потому что на такой вопрос ответить даже и не могу, но он немножко, да, так вот уточнить его надо. Уменьшить вред от развода, то есть развод происходит, а дети попадают в ситуацию. Ну, вот понятное дело, что 13 лет там полегче, чуть-чуть будет, возможно, 7 лет посложнее, потому что тот возраст еще, который, ну, да, такой активный, хотя там может быть и наоборот, неважно. Значит, здесь идет все, речь идет о том, что необходимо выстроить ряд бесед, необходимо выстроить, необходимо об этом говорить самому человеку, который занимается этим настраиванием детей, необходимо говорить достаточно об этом спокойно, то есть иметь ресурс для того, чтобы об этом спокойно говорить. Например, как это может быть? Мы с папой, ну, я, к примеру, говорю, например, это говорит женщина, разговаривать с детьми мама, например, да? Мы с твоим папой решили, вот нам будет лучше так, чтобы пожить отдельно, мы решили сделать это так. Мы очень вас любим, да, мы будем о вас заботиться, мы хотим, чтобы вы были, ну, максимально обогреты нашей любовью. Вот примерно такие слова нужно подбирать и, то есть, пытаться смягчить саму вот эту вот, вот этот вот центральную, так сказать, вот эту часть, центральную мысль, да, что теперь будет вот так. И понимать, что реакция детей может быть даже сильнее, чем ваша при такой ситуации, потому что для детей, вот особенно 7 лет, это очень похоже на апокалипсис. Вот, и если там еще действительно вот неполадки идут между родителями, а дети одинаково, ну, любят маму, одинаково любят папу, то для детей это действительно подобно апокалипсису. И нужно, конечно, будет стараться со своей стороны принять их и гнев, и их разочарование, и быть готовым, что его может быть много. То есть, получается, два, сейчас я момента выделяю, да, первый момент, это смягчить удар, да, вот такими словами, примерно, как я сказал, говорить, потому что говорить все равно придется. Потому что поиграть в игру, это потом может вылиться, дети могут догадаться, что это такая игра. Мы с папой играем в игру, называется «У каждого свой домик». Ну, это бред, честно вам скажу. Это, это потом рано или поздно будет просто цунами, понимаете? А я сейчас говорю про смягчить удар. Это немножко разные, да, такие вещи. Вот, потом. И второй момент, это да, это то, чтобы быть готовым к тому, что будет выливаться вот этот вот гнев, вот это вот все, будет выливаться на вас в том числе, и будет попытка обвинить в этом вас, отдельно вас, отдельно папу и вас вместе. Однозначно, потому что, когда происходит апокалипсис, человек не думает о том, что это, наверное, потому что я что-то не так сделал. Он думает просто, что капец, что это происходит, это просто ужас. Вот, примерно для детей это так работает, поэтому просто быть готовым. Слава богу, что в этом деле, опять же, есть такие люди, которым я человеком таким не являюсь, но есть такие люди, прекрасные арт-терапевты, которые могут с помощью своих мягких арт-терапевтических практик, практик, помочь ребенку выразить и вылить вот это все в правильном, правильно это все утилизировать. Эти все негативные эмоции, которых может быть так много, что мама может сама зашиваться, если дети остались с мамой, от того, что это все происходит. Плюс, изменения будут же еще происходить в, возможно, в учебе, в общении с детьми и другими. 13 лет девочка может немножко раньше попробовать спиртной алкоголь из-за этого, из-за того, что так произошло. Вот, ну, у меня, у моих родителей развод был, когда мне было 12. Я просто помню, как, что происходило со мной, и да, и вот это все, да, это все хотелось, этого всего. Причем фоном хотелось, даже не было осознания того, что, ну, именно из-за этого. И была протестная составляющая, а брат мой был младше меня, ему было, вот, мне 12, ему было 5. И это была просто, это была просто катастрофа. Это была катастрофа. Лучше об этом знать, лучше об этом просто, что называется, к этому правильно подготовиться.